Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 1408. Нам нужно попробовать найти простой способ для вычисления значения выражения. И давайте рассмотрим в отдельности каждую дробь. 1 в числителе и 1 умножить на 2 в знаменателе. Знаменатель представлен в виде произведения двух чисел. И это показывает нам, что эту дробь получили после того, как привели к общему знаменателю две какие-то дроби. Или сложили их, или вычли. Но так как у нас числитель 1, то дроби вычитали. В знаменателе 1 умножить на 2, значит, у нас были знаменатели у дроби 1 и 2. Давайте на первое место знаменатель 1 поставим на второе знаменатель 2. Приводили когда к общему знаменателю, общий знаменатель 1 умножить на 2, то первый числитель мы умножали на 2, а второй, соответственно, 1. И в итоге у нас должна была получиться 1 после вычитания. И чтобы это у нас вышло, числитель должен быть в первой дроби 1 и во второй единице. То есть мы получили дробь в числителе 1 и в знаменателе 1 умножить на 2, после того, как из единицы вычли 1 вторую. То есть вместо вот этой дроби можно подставить выражение 1 минус 1 вторая. Также посмотрим на дробь 1 в числителе 2 умножить на 3 в знаменателе. Тоже можно представить в виде разности двух дробей. Наш знаменатель нам показывает, какие знаменатели были у дробей, которые мы вычитали. 2 и 3 были знаменатели. Первый числитель, значит, мы домножали на 3, а второй на 2. В итоге мы после вычитания получили числитель 1. Поэтому единички были в числителях первоначально. То есть 1 умножить, то есть 1 в числителе 2 умножить на 3 в знаменателе. Вот это выражение дробное можно представить в виде разности. 1 вторая минус 1 третья. Ну и так каждую вот эту дробь можно представить в виде разности двух дробей со знаменателями вот такими, которые у нас указаны в знаменателе в виде множителей. Ну и давайте представим все выражение в виде разности дробей. То есть вместо первого выражения мы ставим 1 минус 1 вторая. Вместо второго выражения ставим 1 вторая, то есть минус 1 третья. Вместо третьего выражения у нас получится, соответственно, 1 третья минус 1 четвертая. И так далее. И вот такое вот выражение мы в итоге получили. Сумму вот таких вот разностей. И теперь, воспользуясь свойством сочетательным и переместительным сложения, давайте немножечко по-другому расставим скобки. Сгруппируем дроби, которые имеют одинаковый знаменатель. Получаем 1, они ни с чем не группируются. Группируем 1 вторую и минус 1 вторую. 1 третью и минус 1 третью. 1 четвертую и минус 1 четвертую и так далее. И только минус 1 десятая у нас тоже ни с чем не группируется, как и единичка. И теперь в каждой скобочке у нас получится 0. 1 вторая минус 1 вторая – это 0. 1 третья минус 1 третья – это 0. 1 четвертая минус 1 четвертая – 0. Здесь 0, 0, 0, 0, 0. И от всего выражения у нас остается только единица, которая ни с кем не группировалась, и минус 1 десятая. Единицу представляем в виде дроби со знаменателем 10 десятых. 10 десятых минус 1 десятая – получаем 9 десятых. То есть значение всего выражения 9 десятых. И мы достаточно быстро посчитали это значение, и нам не пришлось приводить к общему знаменателю все дроби. И выполнили задание 1408. Ну, а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.